вот так сейчас уже будешь сам пойдешь жить вот такие корни уже в бок пошли сторону пошли сейчас уже будешь самостоятельно жить без горшка вот я собирала как раз ой слизень даже тут есть вот и смотрите даже в горшке какие корни сейчас как раз хороший кусочек времени в тельце нужно успеть его посадить этот у меня морозостойкий инжир ты смотри в горшке а смотри какой мощный а сейчас я его с этой стороны тоже подкопаю надо сохранить как можно больше живых корней а ну-ка еще нет вот это да вот это крепкий вот это хороший как раз инжирчик это просто маду я как раз принесли мне в подарок несколько веточек вот этого инжира который зимует у нас вот чуть-чуть корни повредила но не страшно да у нас вот в горшке очень много корней вот придется горшок разрезать для того чтобы сохранить корневую систему что идем туда где мы будем его высаживать поехали ну что приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы инжир был выкопан мне пришлось разрезать горшочек для того чтобы корневая система была целенькая вот я его сейчас аккуратненько смотрите какая хорошая корневая система это был черенок в прошлом году в июле месяце июнь по моему начало июля вот аккуратненько сейчас его всего достану чтобы корешочки все были целенькие вот это надо было еще разрезать сейчас я его вот так вот аккуратненько аккуратненько корешочки все вытягиваю вот это очень важно чтобы вот какая смотрите какая красивая корневая система замечательно это мой инжирчик мечта чтобы не укрывать вот какая хорошая корневая система ну и теперь будем его высаживать что для этого надо видите здесь была у меня дерновая земля вместе с огородной видно разницу земли с которой вот который мы вот выкопали и здесь у нас находится у нас суглинки вот такая у нас почва заранее вот смотрите выкопали яму глубина ямы 50 метров и ширина тоже в диаметре ширина диаметр тоже 50 сантиметров пошире вот такие да видите там почти суглинки есть суглинки но не глина по крайней мере когда мокрое вот оно такой цвет имеет вот у меня новый способ посадки и он заключается в удобрениях в первую очередь это удобрение смотрите что я подготовил и опять у меня мука и это мука как мы в прошлом году делали мясо костная и рыбная мука здесь очень важный есть вот я оставила себе состав очень важный и нам нужный микро макроэлемент микро макроэлементы и особенно важны это фосфор зачем тебе фосфор а без фосфора просто-напросто корни будут плохо развиваться и расти фосфор это супер удобрение но здесь кроме фосфора есть смотрите и аминокислоты и кальций и и различные микро макроэлементы вот это мясо костное и рыбное вот это как раз фосфор смотрите даже повышенный процент на украинском я сразу перевожу повышенный процент фосфора это для животных очень хорошо но для растений это супер потому что мы убедились как раз в этом году 2019 и в прошлом убедились в том что это очень хорошее удобрение органические и долгоиграющие и не загрязняют ни в коем случае не почву ни воду ни воду все остается чистым и получаем чистые плоды и что мы делаем вот эти две составляющие мука мясо костная и рыбная мука я их один к одному перемешиваю вот перемешала себе здесь у меня три килограмма как раз находится муки мясо костной и три рыбные вот это один к одному я перемешала можно чтобы удобнее было допустим два килограмма в общем должно быть как раз по один к одному так вот это у нас очень важный микро макроэлемент поэтому смотрите я уже чуть-чуть земельки здесь пока мы отложим чуть-чуть наше растение вот чтобы удобно было я уже отобрала землю которая была сверху сверху у нас которую мы выкопали у меня не другого другого ничего нету не перегноя коровы нету сейчас поэтому мы будем использовать вот такие органические удобрения я вот на эту ямку мне надо на одно растение пол литровая баночка уже смешанной муки раз далее сюда очень важная еще одна вещь смотрите так как у нас медведька свирепствует и очень активно в последнее время вот эти дротянки бывают здесь вот на этом участке и еще здесь видите ряд именно почвенные как раз вредители все и вот 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 какой вредитель личинки вот этого майского жука они уничтожают корни растений молодых поэтому я вот это биопрепарат энтоцит что я делаю я знаю что они все любят очень органику поэтому у меня для этого дела подготовлено как раз уже курник вот это удобрение уникальное которое мне очень нравится вот видите каком виде вот это вот этот биопрепарат вот и просыпаю вот эти все наши гранулы курника тоже на вот эту ямочку мне понадобится пол килограмма вот этого курника вот пошел на низ но можно таким образом еще немножечко сюда посыпать у меня расчет как раз хороший почему я именно использовала так потому что как раз если будут вредители они будут идти сюда на вот эти органические вкусные гранулы и будут как раз так как я залью воду они на них будут попадать эти бактерии и затем они будут погибать так что я причем это бактерии долгого действия при пульсовой температуре они будут долго жить и земле и будут уничтожать почвенных вредителей это специально новый новый биопрепарат именно наших отечественных производителей и так я подготовила вот эту часть вот сейчас я буду высыпать в ямку у нас ямка уже подготовленная в она и увлажнена у нас очень сильная засыка поэтому мы заливали несколько раз водой почва сухая если не замочить корень не будет развиваться и расти чем удобно вот это уже завершающие у меня как раз смешанная земля вот это ее объем земли у меня получилось вот этого 2 пол-литровые баночки или литровая баночка вот этих гранул на вот весь объем ямки то есть будут растения иметь возможность питаться первые годы ну и достаточно муки еще можно горсточку муки сюда вкинуть рыбной и мясокостной но я в основном туда в нижние поставила слои можно еще чуть-чуть посыпать она очень хорошая будет удобрение питательное вот теперь это везде какая сухая земля вот это наша земля весь год почти без дождей ну а теперь переходим к нашему растению засыпала землю вот и видно значит корни как я высаживаю хоть и у нас юг вот эту часть корней я их распределяю по всему периметру вот у меня больше корней вот с южной стороны кстати вот это корни там и у растения там где я выкапывала именно южная часть где были корни там вот больше всего вот вырезаю сухую веточку это вот был череночек от которого вот пошло растение он сухой нам не нужен и вот так выкладываю и буквально вот это снова же корни были на юг вот эти основные пусть идут на юг эти пойдут сюда вот разлаживаю по всему периметру и вот так чуть-чуть угол делаю вот мне нужно чтобы и корни прогревалась почва в первую очередь хорошо и вот так растение чуть-чуть под углом было а теперь я засыпаю все вот это аккуратненько сейчас рассыплю вот уже сам в растении и присыплю еще одному очень важному делу о замечательно получается о вот так вот я еще оставлю вот это место пока как ямка потому что еще нужно будет поливать что-то там не видно по прогнозам синоптиков что у нас еще будут дожди ну а теперь очень важное дело смотрите что я буду делать значит у меня есть вот такая вещь снова же кремний калий кремний нам нужен как и фосфор тоже корнеобразование но плюс ко всему еще кремний это устойчивость растения против различных неблагоприятных погодных условий особенно похолодание различные резкие перепады и сухая погода он такой густой вот сейчас я его открою густой густой вот у меня есть колпачок и я его буквально вот при посадке очень хороший результат поставим два колпачка не помешает вот так вот вот а теперь сюда же смотрите что у меня еще очень ценное есть я развела сегодня свеженький с утра вот снова же фитоспоринка вот очень хорошая вещь здесь тоже состав очень сильнейший я вам уже говорила но снова повторю что это гель нано гель современной технологии и здесь тоже 90 элементов и минералов представляете себе и плюс устойчивость против различных заболеваний это супер но естественно как раз вот фитоспорин тоже помогает растению что устоять от нынешних погодных условий не сильно приятных я развела на 5 литров там дается на пол литра так как мне нужно еще садить будут растения поэтому развела вот этот пакетик 200 грамм и беру вот 250 миллилитров на ведро и вот это сюда отправляет и так у меня здесь находится как раз сейчас вот этой палочкой здесь кремний калий вот он у меня и здесь же у меня как раз фитоспоринка калий снова же фосфор у нас в рыбной костной муке и заливаю прошу не бояться вот она темновато получается я сейчас просто еще ведро буду заливать уже чистой воды ничего страшного в том что она фитоспорин вообще это не его не можно какой-то большой дозу дать чтобы это было плохо растению но тем более что я вот на одно растение вот эту 250 миллилитров емкость и вот это растение сейчас у меня она полностью должно впитаться но этого будет мало так как у нас очень сухая земля хотя и там замоченная но объем земли здесь где-то сухой три ведра ушло даже больше поэтому я сейчас еще ведро чистой теплой вот мы еще залили сюда ведро видите какая водичка она уже совсем не имеет такого цвета как было в начале но она будет как раз впитывается постепенно именно уже в эту ямку и затем я просто просыплю вот так просыплю для пока до морозов сейчас как раз у нас получается что еще у нас до морозов обычно октябрь аж в начале ноября в конце октября так что она успеет как раз укорениться корни хорошие и будут нарастать новые корни и вот эта осенняя посадка очень хороша тем что как раз корневая система сформируется до зимы и весной хорошо уже поздняя весна стартанет и будет хорошо расти вот я вот такие удобрения поставила вот где древесная зола да я раньше ставилась древесную золу но сейчас не использую ты заметил я даже и не нейтромофоски а вот у нас сейчас именно органика и она очень хорошие результаты дает это долгоиграющие удобрения и хорошие удобрения для корней новое время новая материя земля новая сейчас и не воспринимает и растение совсем по-другому сейчас воспринимает я заметила что там где использую древесную золу растения болеют поэтому используем вот по новой технологии посадка мне очень понравилось по прошлому году хорошая корневая система вот этот саженец тоже получил полив рыбной мукой и вот такой результат хороший корневая система хорошо сформировалась и дальше будет тоже расти вот такая важная интересная тема я ответила как я буду высаживать саженец инжира вот есть особенность инжир нужно под углом высаживать но естественно новые удобрения новую по-новому органика экологически чистое растение требует от нас земля время уран который в тельце ну что телец отвечает за землю и земля уже устала от химии от различных раздражителей поэтому все органическое все мягкое и для растений и для земли на этом мы заканчиваем завершаем нашу посадку инжира желаем вам удачи всего вам самого самого доброго до новых встреч в новых видео